Реет по резиновым квартирам. Договора о найме у этих жильцов на руках не оказалось. Объяснить вьетнамцы не смогли и то, как и у кого они все-таки сняли это жилье. Зато попытались заверить, что проживает тут одна семья, а не целая диаспора. Вьетнамцы, узбеки, да и просто иногородние жители края. Около 40 тысяч квартир сегодня сдается во Владивостоке. В прошлом немногочисленные рейды показали – съемный бизнес процветает. Налоги за сдачу своих квартир платят единицы, поэтому городской бюджет ежемесячно теряет десятки миллионов рублей. А эти деньги могли бы пойти на благоустройство Владивостока. Этой проблемой сегодня озадачилась городская власть. В администрации собрали срочное совещание. Созвали всех – налоговую, миграционную службу, Роспотребнадзор и представителей ОВД. Выводя из тени, защищаем и тех, кто сдаёт это жильё, и тех, кто снимает. То есть мы, на самом деле, и налоговая нагрузка не такая большая, смотря какую форму выберут, как налоги платить, но в любом случае она не такая большая, что мы уж не залазим в карман не нашим гражданам, а те, которые сдают не тем, которые снимают. Основная часть жильцов в резиновых квартирах – это мигранты. Соседство с такими общежитиями обычно становится проблемой для всего многоквартирного дома. Иностранцам зачастую близка антисанитария. Да и нарушение общественного порядка для них тоже норма. Что касается резиновых квартир, по статье 322 Головного кодекса Российской Федерации у нас возбудено уже 19 уголовных дел в отношении граждан. 19 уголовных дел, в том числе 9, и непосредственно по резиновым квартирам, которые эффективно зарегистрировали, эффективно там проживают иностранные граждане. В итоге проблема заключается в горожанах, которые сдают свои квартиры. Никаких налогов с полученных немалых доходов не платят. Это огромный теневой рынок, оборот которого, по оценкам экспертов, составляет сотни миллионов рублей. Проблема в первую очередь связана с необходимостью уже исключения контроля для исполнения миграционного законодательства. То есть непосредственно необходимость здесь должна произойти вот такой взрыв, может быть проверок. Регулярные совместные рейды в ходе совещания приняли решение создать мобильные группы, в которые будут входить представители всех ведомств. Предпринимательская деятельность на территории города должна вестись только на законных основаниях, а в казну должны поступать налоги в полном объеме. Наказывают сегодня даже за непредоставление декларации. За неуплату налога вообще предусмотрен штраф от 20 до 40% от полученной суммы, плюс угроза уголовной ответственности и явно подмоченная репутация. Все это грозит горожанам, которые недобросовестно сдают свои квартиры в аренду. Евгения Клепикова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.